Привет, мои хорошие! С вами Селена Свейн и сегодня у нас будет видео вопрос-ответ. Я уже давно не снимала такое видео. В инстаграме я сделала пост, где вы могли задавать свои вопросы. Пришло более 100 вопросов. Пришли также новые какие-то интересные вопросы, на которые я скорее спешу вам ответить. Ну, поехали! Итак, первый вопрос это про мой магазин. Что случилось с вашим магазином? Давно не было никакой информации. Я уже говорила о том, что я закрыла свой магазин, то есть я закрыла офис. Не знаю, говорила или нет где-то об этом, но сейчас еще расскажу. В инстаграме, по-моему, я говорила. Все вещи я перевезла к себе домой и потихоньку их распродаю. В магазине нету активности, не было. Точнее, сейчас я начинаю активность, это все просто потому, что не было времени. Не было времени этим заниматься, я всю свою энергию тратила на другое. Вот, сейчас уже начинает потихонечку освобождаться время. Я снова выкладываю вещи, какие-то новые уже пришли. Ссылку на свой магазин я оставлю под видео. Заходите, смотрите, пишите, задавайте вопросы в директ. Следующий вопрос. Привет! Расскажи, кем ты была до того, как стать блогером? Чем занималась? Кем работала? Я говорила уже, последнее мое место работы до блогерства. Я работала хостес во французском ресторане. Ресторан закрыли, хотя я из этого ресторана ушла, по-моему, раньше, чем его закрыли, буквально на пару месяцев. Почувствовала так. Работала я там около года. До этого я работала продавцом-консультантом в компании Adidas. До этого я работала, организовывала вечеринки со своим другом. Работала продавцом-консультантом косметики. Ну, в основном продавец-консультант. Но когда я пробовала профессию хостес, более у меня работа такая была не только хостес. Встретила гостей и все. У меня были практически все административные функции. И рассылкой я занималась, и обзвоном занималась. Вот, и встречи, и какие-то документы, и так далее, много чего. Но в целом мне такая работа понравилась, она для меня. Вообще, мне всегда нравилась работа, которая задействована с моей внешностью. Я чувствовала, что у меня есть внешние данные, которые я могу использовать. Также я работала моделью долгое время в Москве. Ну, то есть, как я приехала, я сразу в модельное агентство. В одно, во второе, в третье. Потом познакомилась с девочкой. Она мне еще открыла мир на другие модельные агентства. В общем, мы с ней вместе плотно этим занимались. То есть, это было прописано красной нитью. Я об этом уже рассказывала. И у меня даже на ютубе есть отдельный ролик, где я рассказываю о модельном бизнесе в Москве. И в своем опыте. Следующий вопрос. Ты проговорилась, что на новой квартире будет кофейный уголок. А квартиру купила или просто другую снимать будешь? В своем инстаграме я сказала, когда делала кофе, готовлю там всякие кофе, но вы смотрели мои видео, сиропов куча. И сказала в инстаграме, что буду еще обустраивать свой кофейный уголок. И будет больше сиропов, но это будет уже все на новой квартире. Также недавно я ходила, присматривала квартиры какие-то в новостройке. И я думаю, что это дало почву для разговоров о новой квартире. Но на самом деле, такие вещи у меня проскакивают нередко, потому что я всегда думаю о новой квартире. И как вы помните, у меня цель была в 2019 году. Вообще, в 2018 я хотела новую квартиру. Но так как не получилось по каким-то там своим причинам и так далее, ну не сложилось, да, то я думаю, 2019-й тогда вот бы новую мне квартиру. Поэтому я никогда не отпускаю эту свою цель, свою мечту о новой квартире. Поэтому я и живу здесь не так, что, знаете, расслабилась на постоянку в этой съемной квартире. Я всегда думаю о том, что вот-вот будет новое. Вот-вот, вот сейчас что-то сложится, что-то сделается, оно все резко, быстро. Я иду к своей цели, поэтому я не удивлюсь, если все в жизни вот так сложится. Я обязательно вам обо всем этом расскажу. Почему сейчас у тебя количество подписчиков в Ютубе не растет? Как думаешь, с чем это связано и что ты делаешь для увеличения аудитории? Почему же не растет? Количество подписчиков растет. Просто раньше, то, что я заметила по статистике, раньше росло больше. Например, в день ко мне могло приходить там от 300 до 500 человек. В зависимости от того, какой ролик я выпущу, как он зайдет, в топ пойдет или не в топ пойдет. То есть, такие моменты. Раньше я много экспериментировала с разными роликами. То есть, у меня было от и до. Со временем я нашла немного свою стезю. Ролики, которые мне делают легко, приятно, прям вот без экспериментов. И появилась некая такая стабильность. Это один момент. То есть, раньше я экспериментировала, и какие-то ролики прям выстреливали. А когда ты нашел себя и уже знаешь какую-то стабильность, то по-любому даже самые популярные ролики, они имеют такой, знаете, как бы сначала рост большой, а потом потихонечку идет на спад. И так с любой темой. Поэтому, в принципе, экспериментировать нужно всегда. Ну вот я немножко остановилась в этом смысле до недавнего времени. Сейчас я снова ищу какие-то новые интересные темы. А количество подписчиков у меня все равно растет. Каждый день у меня добавляется по 100. По 100 человек. Это, по-моему, даже минимум какой-то. Я не слежу вот так конкретно в день, сколько добавилось. Я, то есть, в общем, смотрю, что там раз-раз добавилось. Чуть-чуть подрастает. Вот в последнее время там было около 200 тысяч в день. А потом раз смотрю 100. Ну, как бы при количестве моих подписчиков, где-то в среднем 100 тысяч подписчиков в день всегда идет в плюс. Главное, чтобы не было минуса. И просто вот, просто не растет. То есть, я работаю активно, я выпускаю регулярно ролики. Поэтому в моем случае никаких застоев быть не может. Есть рост. Просто он чуть больше, чуть меньше. В принципе, как это всегда и было. Следующий вопрос от Настя. Сколько ты тратишь на себя в месяц? Просто очень много процедур косметологических делаешь. Я не знаю, сколько я трачу в месяц на процедуры. И я вам так скажу, что я немного делаю процедуру. Может быть, так кажется. Я чистку сделала там в первый раз за, я не знаю, полгода последних. Сейчас я хожу на процедуру Нано Азия. Ну, да, такая недешевая процедура. Но она хорошая. У меня появилась возможность на нее походить. Если косметологически, ну и все, в принципе, я никуда не хожу. Если говорить о татуаже губ, то это тоже, когда я давно была. Если говорить о татуаже бровей, то это тоже было уже более года назад. Поэтому я не скажу даже, что там каждый месяц или через месяц я посещаю какие-то косметологические процедуры. Нет, это совершенно не так. Я все делаю дома. Какие-то скрабики, какие-то масочки, которые от Фоберли купила, электронная маска. То есть, в основном весь уход у меня дома. Так что могу и ноль потратить в месяц на процедуры. Следующий вопрос. Недавно у тебя на канале вышло видео, где ты маленькая. Есть ли у тебя подобные видео или фото с Кристиной? Очень интересно было бы посмотреть. Кстати, многие говорили, что вот видео, там одно, второе я выставляла из раннего, да? И нигде нет Кристины. Дело в том, что раньше не популярно было вот такое, знаете, видео. И мало того, что не популярно это было, это еще было и дороговато. Поэтому это очень редкие кадры, которые остались вообще из прошлого. И сама не знаю, почему на моем дне рождения, кстати, не было Кристины. Может быть, мы поссорились с ней в тот момент. Потому что, когда мы были маленькие, я даже этих не помню ссор, ну, конечно, какие-то детские такие ссоры были. А может быть, она уехала. Потому что часто она в деревню уезжала к своим родственникам на все лето, насколько я помню. И бывало, даже я с ней вместе ездила. Ну, то есть, я даже не помню. Это первый момент. То есть, видео сложно достать где-то такие ранние. А вот фото, у нас какие-то были первые телефоны мои, которые могли фотографировать слайдеры, знаете, такие. Вот у меня до сих пор этот телефон, он где-то лежит. И, возможно, я из него попыталась. Я помню, что я приходила к ним в гости, и мы что-то там фоткались. То есть, селфи делали какие-то. Я постараюсь найти эти фотографии, обязательно поделюсь. Следующий вопрос. Полинка Блэк. За что вы больше всего благодарны в этой жизни? Я читала этот вопрос, помню, мне так хотелось на него ответить. Философский такой вопрос. Потому что каждый раз, когда я начинаю подобные вопросы задавать сама себе, за что я благодарна в этой жизни, я всегда прихожу к тому, что я благодарна самой себе. В принципе, потому что я живу по принципу тому, что ты получаешь то, что ты заслужил. Ну, такой взгляд у меня, да. Поэтому, если я с таким взглядом, то, понятное дело, всё, что я имею, а я имею много, я имею прекрасного мужчину рядом, у меня замечательная мама, замечательный брат, замечательный сын. Я довольна своим внутренним миром, то есть у меня с самой собой нет проблем, я могу даже так сказать. То есть многие люди могут сказать, что-то где-то раздражает в жизни, что-то не получается или ещё что-то. Я так не могу сказать. Мне кажется, что как-то так всё сложилось. Конечно, в детстве, в прошлом, в молодости, когда я была 20 лет, были какие-то сложности, и я была в поисках. И я действительно испытывала некие чувства неприятные и депрессию, и у меня не получалось с молодыми людьми, и было грустно. Но в целом я была всегда позитивным человеком, всё время смотрела вперёд, всё будет хорошо, всё будет хорошо, это моя любимая фраза. И я была уверена в этом, что всё будет хорошо, потому что была какая-то внутренняя интуиция. Но со временем, так как ты недовольна какими-то своими вещами, не умение общаться с мужчинами, например, с мужским полом, ты начинаешь работать, читаешь разные психологические книги, которые я читала, просто море этих книг разных. Узнавала, общалась со старшими нашими как-то поколением. Встречались мне на пути какие-то люди, которые, мне казалось, в этом разбираются очень хорошо. И помогали, всё на пути мне помогало, потому что я просто задалась целью. Хочу быть счастливой, хочу быть уравновешенной, хочу быть какой-то глубокой, хочу, чтобы мне самой собой было интересно, хочу, чтобы для счастья мне никого не нужно было, понимаете? Потому что со временем ты замечаешь, что у меня была такая проблема, я, например, не могла оставаться одна. Всё, я не могла находиться больше суток, одна у меня начиналась депрессия. Мне всё время кто-то должен быть рядом. И я пришла к тому, что я вот в какое-то время не могла находиться сама собой. Мне самой собой было неинтересно. Мне всегда нужно было, чтобы кто-то был рядом, у кого-то, чтобы, может быть, были проблемы какие-то при этом. Потому что я начинала увлекаться проблемами людей, старалась им помогать и совершенно забывала о себе. Вот это у меня такая вещь была. Но это тоже ненормально. Конечно, хорошо свою энергию дарить другим людям и помогать им в их сложных ситуациях. Но это ненормально, когда, допустим, все люди вокруг счастливы. И получается, ты как бы чувствуешь себя ненужной, остаёшься сама с собой наедине. Ты как бы чувствуешь себя ненужной, остаёшься, 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 остаёшься. Сама с собой и развлекаться сама с собой. Очень много интересов, очень много всего, очень много дел. Я могла вообще неделями не выходить из дома и просто кайфовать. И не чувствовала, что какое-то время потеряно или ещё что-то. Поэтому то, что я имею сейчас, то, что я чувствую сейчас, то, какой мужчина со мной рядом, то, какой замечательный ребёнок у нас, то, что и мама, допустим, отношения даже её к тебе. И взаимоотношения с братом, взаимоотношения с сестрой. Мне кажется, что всё это лично делаем мы. Реально делаем мы. Хорошие отношения и добрых людей – всё именно мы. Поэтому лично я за всё благодарна самой себе. И хорошо, чтобы так и продолжалось. Было много энергии, вдохновения и мудрости, чтобы иметь рядом с собой правильных людей и поддерживать с ними хорошие отношения. Быть внимательной, заботливой. И чтобы люди вокруг это ценили, которые рядом с тобой. Если бы вы могли дать своему ребёнку только один совет за всю жизнь, что бы вы ему сказали? Очень хороший вопрос. Кстати, не читала его до этого. Вот сейчас спонтанно. Спонтанный ответ. Что бы я ему сказала? Вообще, конечно, я бы хотела находиться с ним рядом на протяжении его взросления, чтобы каждый раз давать ему нужные советы, правильные, и облегчить его жизнь. Наверное... Трогательный вопрос оказался. Наверное, я бы ему сказала, что чтобы быть в жизни счастливым, нужно уметь любить, любить себя, любить людей, обязательно заниматься саморазвитием и стремиться к цели быть счастливым для того, чтобы помочь другим стать более счастливыми и радостными в жизни. Мне кажется, что это замечательная цель. И если ты будешь думать о своём счастье для того, чтобы можно было бы делиться избытком с другими, мне кажется, это хорошая мотивация. В принципе, для всего. Для любого дела. И для жизни. Ещё бы добавила, чтобы работал над собой, был к себе требователенным и не потакал своим слабостями. Следующий вопрос. Какая ситуация в жизни очень сильно на вас повлияла и поменяла? Я могу сказать, что не одна такая ситуация. Первая ситуация — это моя первая любовь, которая была нереализована и становление женщиной-девушкой. Второе — это уезд в Москву. То есть это жизнь до и после. Уезд в Москву. Я захотела там остаться, и я там осталась на 10 лет. Третье — это моё замужество. Когда, ладно, первый парень, да, там сложилось-не сложилось, она как бы детская травма, но она не такая, как если бы ты выходишь замуж и думаешь, что это раз и навсегда, а потом через какое-то время твоя половинка, можно сказать, в которую ты веришь, а просто предаёт тебя на всех фронтах. Ты сначала ещё этому не веришь, и тебя продолжают предавать, а потом, когда ты просто опомнилась, открыла глаза, ты просто охренела над пропастью, которая между вами и вообще пропасть в отношениях. То есть я перестала верить в брак вообще, в принципе, да. То есть, ну как бы я очень много в него вкладывала, думала, что это что-то такое святое, можно сказать, да, что там в паспорте, это что-то невероятное, что когда вы нашли друг друга, это что-то непонятно с чем-то, но оно как-то развалилось, просто, как, знаете, воздушный замок, просто реально воздушный замок, просто взял на твоих глазах и развалился. И я спустилась с небес на землю. После этого я стала по-другому вообще относиться к отношениям, к мужчинам, то есть начался мой рост в этом смысле. После этого большая перемена в жизни моей, которую я могу разделить конкретно до и после, это когда я была в поисках своего духовного взгляда, я перечитала много книг, я изучала там и кабалу, и йогу, разные направления, и на преподавателя йоги училась, ещё какие-то течения я изучала, в общем, пока я не нашла именно буддийский взгляд. Когда я нашла буддийский взгляд, который мне очень понравился, когда я нашла своего учителя, почувствовала связь, да, с человеком, то я поняла, что вот оно, вот оно. И совершенно, конечно, мой мир, то есть, понимаете, он перевернулся в том смысле, что появились какие-то столпы, на которые ты можешь опираться. И вопросы, откуда это, почему так, а как, а что после, то есть все эти вопросы о мироздании, о себе внутреннем, да, почему ты так думаешь, почему люди так делают, ну то есть все эти вопросы, на которые у меня не было ответов. С помощью этого взгляда я, ну как бы, структурировала всё внутри, для меня всё стало ясно и понятно. Я поняла, что мне нужно делать, как мне нужно думать, чтобы всё было хорошо, не только у меня, но и у людей вокруг. То есть это, конечно, длинная дорога, по которой я ещё иду, это не сказать, что я пришла, нашла цель и всё там, нет. Но я как будто бы шагнула, где всё намного яснее стало в жизни. А для меня ясность – это одно из самых важных вещей в жизни. Вот. И это, конечно, перевернуло мою жизнь. Моя жизнь стала более насыщенная, более цельная, более осмысленная, вот, более ясная. То есть могу перечислять, и она просто изменилась и стала другой. Соответственно, я вместе с этим, вместе с практикой начала меняться. Обрела новых друзей, которые помогали мне в моей жизни становиться более, знаете, зрелой, более зрелой личностью, так могу сказать, наверное, да, более уверенной в себе. И когда это становление произошло, то есть был такой момент, когда я без своих друзей, грубо говоря, да, не понимала, что делать. То есть я знаю какие-то вещи там по пунктам, вот так, вот так, вот так, вот так, да, но когда происходит какая-то ситуация, эмоции, ты не можешь совладать, как бы ты не знаешь, что делать, и тогда в помощь, как бы, как врач, знаете. Твои друзья, они как врачи, которые знают, например, как-то со стороны что-то, более опытные люди, да, помогали тебе каждый раз, вытаскивая тебя на берег из твоей бездны, вот этой вот эмоциональной, где ты не знаешь, что делать, на что опираться. И это было всё на протяжении с 2007 года до 2014. То есть на протяжении пяти лет всё это было так. И потом ситуация изменилась так, что я нашла своего любимого человека, который со мной сейчас. Мы с ним встретились. Я поняла, что это со временем, с коротким промежутком времени, я поняла, что это тот человек, которого я так долго ждала. Я уже осмысленна это всё понимала. То есть это уже была не облачная, радужная влюблённость какая-то, она была уже более осмысленная. И тогда, когда я оторвалась уже от своих друзей, можно так сказать, потому что мы были в плотном, тесном всё время контакте, да, то есть мы жили вместе в одной квартире, как бы мы существовали вместе, всё вот так вот всегда вместе. И когда я уже ушла, можно так сказать, в самостоятельное плаванье, я только тогда поняла, то всё, в чём я нуждалась раньше в своих друзьях, оно как будто уже сидит внутри меня. И мне не нужно было бежать к кому-то за советом, чтобы спросить, что мне делать в той или иной ситуации, как мне вести себя здесь или здесь. То есть я ощутила себя внутри, что я в этом смысле выросла. Я знаю ответы на свои вопросы. И мне из-за этого стало легче и спокойнее на душе. И, конечно же, это тоже большой переворот, когда я стала такой самостоятельной, у меня появились настоящие, полноценные, удовлетворённые мной отношения, когда рядом со мной появился настоящий мужчина. Это тоже перевернуло мою жизнь, потому что до этого всю жизнь ты всегда думала, где взять деньги, как заработать, ты не можешь расслабиться. А когда появляется с тобой рядом мужчина, он как бы вот это всё забирает на свою ответственность. И ты как бы расслабляешься. И благодаря этому я нашла себя в блогерстве. То есть встреча с моим мужчиной, с моим половинкой, это тоже можно сказать до и после, потому что это два разных человека. Напряжённый человек и расслабленный человек. Вот. И, соответственно, рождение ребёнка. Это тоже жизнь до и после. То есть вот такие вот моменты. И всё очень сильно влияет на мою жизнь. Всё очень сильно влияет на мою жизнь. Переворачивает что-то внутри. Приходит какое-то понимание, осознание. И я, естественно, меняюсь. В общем, это те события, про которые можно сказать, что жизнь поменялась на до и после. Вот. Не знаю, что ждёт меня впереди. Может быть, жизнь поменяется на до и после, когда я буду жить в своей собственной квартире. Такой, какую я хочу. И не нужно будет уже искать что-то и ставить какую-то цель. Нужно будет просто работать. В общем, и двигаться к каким-то новым целям. Посмотрим. Следующий вопрос. Давайте я на него отвечу и закончу. Ещё очень много вопросов. Я обязательно сниму второй ролик. Попозже. Если бы твой любимый запретил тебе снимать ролики в YouTube, ты бы его послушала? Вы знаете, у нас такие отношения с моим любимым, что просто так мы друг другу ничего запретить не можем. Да и в принципе, что это значит такое? Запрет какой-то, да? Это что, кто-то над кем-то как бы властвует и может что-то ему запрещать? Есть два человека, взрослых, которые могут вести конструктивный диалог. И если, допустим, мой любимый захочет, чтобы я по какой-то причине перестала снимать ролики на YouTube, он должен мне сказать как бы причину этого, ну как бы, то есть должны быть весомые аргументы, с которыми я должна согласиться, чтобы перестать снимать ролики на YouTube. То же самое касается и всего, не только роликов на YouTube, но всего-всего-всего. То есть я, допустим, как и он, взрослая состоявшаяся личность со своими интересами, со своими какими-то предпочтениями в жизни, да, и целями. И, ну как бы, я к ним иду вместе со своим любимым, естественно, да, но всё равно у каждого есть свои какие-то цели, своё представление. Хорошо, если всё это совпадает. У нас с ним всё это вместе совпадает, это очень круто. Но если вдруг он бы просто мне сказал, «Я не хочу, чтобы ты снимала ролики на YouTube», я бы спросила, естественно, почему. И если бы он не привёл мне доводы какие-то, чтобы я сказала, «Ну да, я согласна, это действительно очень важно, я перестану снимать ролики на YouTube». То есть если такого не произошло, то я не перестану снимать ролики на YouTube, просто потому, что мне кто-то запрещает это делать. Всё, мои хорошие, я ответила на некоторые ваши вопросы, очень интересные, там остались ещё очень много других интересных вопросов, я на них обязательно отвечу в следующих роликах. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Спасибо за ваши вопросы, и можете под этим видео писать ещё вопросы, если я увижу какой-то интересный вопрос, я его обязательно включу в следующий ролик. Я вас люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok